В целых подготовке к заседанию для определения рисков возникновения паводков в ситуации нами дополнительно проведен анализ складывающей обстановки. Как вы сказали в вступлении, Сергей Крымевич, по данным РГП «Газгидромет» в Акмолинско-Кастанайско-Карагандинско-Областях запас снега составляет от 20 до 50% выше среднемноголетнего уровня. Более сложная обстановка имеет место в горных и некоторых равнинных районах Алматинско-Восточно-Казахстанской областях, где запас снега составляет полуторагодовую норму. В связи с беспрецедентным однодневным объемом выпавшего снега режим чуечайной ситуации объявлялся в городе Ускимногорске. По речным стокам Министерством экологии дается прогноз о возможном повышении уровней воды рек Коксу-Лепси-Алматинской, Бухтар-Мааба-Восточно-Казахстанской, Табол-Тургай-Кустанайской, Нура-Шегалы-Акмолинской, Нура-Кингир-Шарабаев-Нура-Сыросу-Карагандинской областях. Изучение причин и условий возникновения паводка в прошлом году показывает, что главным фактором, определяющим их силу, является помимо снежных запасов температурные аномалии и прохождение теплых дождей, выпадающих на нерастающий снег и примерзлой почве. Вместе с тем усугубляющим фактором также является неподготовленность территории городов, засорение русел рек, орычно-канальных систем водопропускных и гидротехнических соревнований. В конце прошлого года глава государства дал поручение обеспечить качественную подготовку к паводам. В целях исключения или минимизации ущерба от паводка, по вашему указанию, Сергей Кругмич, под председательством 8 января Кушербаева Крымбек-Лича и 24 января Сагентаева Бахинжак-Набдировича были проведены совещания с областями в селекторном режиме. Во исполнении решения этих совещаний проведены заседания областных и районных комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, разработаны и утверждены планы необходимых мероприятий. В связи с поручением от 24 января маслехатами областей увеличены бюджеты на противопаводковые мероприятия на текущий год с 5,4 миллиарда тенге до 14,5 миллиардов суммарно. При этом Западно-Казахстанская область увеличилась статью бюджета на ЧАЭС в 19 раз, город Астана в 15, Кастанайская в 11, Южно-Казахстанская в 5. Вместе с тем Актюбинская, Павлодарская, Северо-Казахстанская области дополнительных денежных средств из бюджета не выделяли, что при складывающейся обстановке может снизить эффективность по реагированию на паводки. Хотелось бы подчеркнуть, что в северных регионах страны могут быть обильные снегопады в феврале и марте, что осложнит положение дел. На сегодняшний день комиссионно обследовано 759 гидротехнических сооружений, в которых 126 определены как сооружения, требующие дополнительных работ и усиленного контроля. Из 11 бесхозных водоемов 5 требуют инженерных мероприятий. По бесхозным водоемам совместными усилиями проведена большая работа. По подавляющему большинству определены собственники. Необходимо этот вопрос решить раз и навсегда. В Алматинской, Актьюбинской, Жамбылской областях, в городах Алматы и Астане, в некоторых других ведется работа по расчистке сбросных каналов, водосточных лотков и рыков приемников ливневой кинализации. Одной из главных задач является вывоз снега из ближайших к жилью территорий. На данный момент с поселков и городов вывезено около 6,5 миллионов кубометров снега. Наиболее активно вывозится снег в городе Астане 2,9 миллиона кубов, Карагандинской области 820 тысяч, Алматы 673 тысячи кубометров, Павлодарской области 528 тысяч кубометров. Из города Усть-Каменогорской семьи после последнего снегопада вывезено 980 тысяч кубов. Во всех областях на случай СИЧС сделаны запасы ГСМ в объеме 40 тысяч тонн, 285 тысяч тонн инертных материалов, 547 тысяч штук мешкотары, 91 тонна взрывчатки. Принимая во внимание важность работ по недопущению паводков на реке Сырдарья, мною совместно с представителями Минэкологии, Абишевым, бассейновой водной инспекции, заместителями Акимов Крызвардинской и Южно-Казахстанской областей, проведены в этих регионах совещания, проверена готовность силы средств на случай ЧАЭС, проведен облет русла реки Сырдарья от Кызларды до водохранилища Шардары с оценкой накопления воды в Коксарайском контррегуляторе. Нами сделан вывод, что скот льда идет спокойно, до Кызларды осталось 180 километров, точина льда от Кызларды до Аральска также снижается за счет подмыва теплыми водами из Южно-Казахстанской области. Запас свободных им костей в Коксарайке-Шардаре имеется в объеме 2,9 миллиардов кубов, что позволяет рассчитывать на безопасное прохождение паводка. На случай обострения паводковой ситуации МЧС РК сформирована и приведена в повышенную готовность группировка сил и средств общей численностью 2444 человека, 440 единиц техники, 67 плавсредств, 3 вертолета. Ход подготовки территориальных органов МЧС РК к паводкам был рассмотрен на селекторном совещании 13 февраля сего года, по итогам которого даны соответствующие поручения начальникам ДЧС. В Акмолинской, Алматинской, Восточно-Казахстанской, Казардинской, Полударственных областях совместно с аккомиатовами проведены местные учения по подготовке ликвитации паводков. 5-6 марта, Сергей Круглович, планируется проведение республиканского командно-штабного учения КАКТЭМ-2013, в ходе которого будет проверена готовность системы оповещения, транспортных коммуникаций, гидротехнических сооружений и аварийно-спасательных служб, готовность территории к прохождению паводков. По поводу оповещения соответствующие договоренности с сотовыми операторами и телекомпанированиями окончательно достигнуты. Следует отметить, что благодаря поддержке руководства правительства в прошедшем году значительно улучшилось материально-техническое оснащение водно-спасательных служб МЧС, которые готовы к спасательным действиям в любом регионе республики. Организовано взаимодействие с РГП «Казгидромет» комитетом по водным ресурсам по обмену метеорологической и гидрологической информации. По договорам с заключенным аккомиатами областей ведется космический мониторинг за паводковой ситуацией Алматинской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Карагандинской областях города Алматы и некоторых других. Важнейшим аспектом в деле подготовки к паводку, периоды и недопущения чущественной ситуации, конечно, является работа с населением. Это касается не только обучения, как действовать во время паводка, что нами проводится повсеместно, но и разъяснение жителям городов и поселков о необходимости очистки крыш домов, вывоза снега с придомовых территорий, разъяснению правил переезда в весенний период по ледовым переправам, запрещение выезда на них в период паводков и на весенний лед, озер и рек на автомобилях. Необходимо, чтобы Управление образования Акиматов совместно с сотрудниками МЧС при подготовке к паводкам провели интерактивные уроки с одновременным привлечением большого числа классов, благо технические возможности для этого Министерства образования созданы. МЧС необходимую разъяснительную работу проводит. Нами организовано 127 выступлений по радио, 116 по телевидению, 192 в печатных изданиях, в ведомственном журнале «Пожарный спасатель», выходящий тиражом 16 тысяч экземпляров, и на веб-сайте МЧС РК размещены материалы по правилам поведения граждан при возникновении паводков. Просил бы Акиматы, руководство учебных заведений, активно использовать эти ресурсы, информационные ресурсы МЧС, в деле информирования об учении населения, особенно школьников, в том числе на уроках и занятиях по основам безопасности жизнедеятельности. Уважаемый Сергей Книгмич, в целях минимизации паводковой ситуации в бассейне реки Харгос проведена расчистка и спрямление русла рядом с НЦПС Харгос. В соответствии с поручением главы государства, министерством по чрезвычайным ситуациям, разработать ТЭО Харгос-1 на горный участок и Минтам Харгос-2 на противоселивые сооружения, прилегающие к НЦПС. Вместе с тем, заключение по ТЭО на Харгос-2 строительный комитет выдать не может, поскольку нужно одобрение РКБК. Прошу Ваше решение на проведение заочного голосования членов РБК по удорожанию ТЭО на Харгос-2 с тем, чтобы продолжить дальнейшее согласование с ГЧП Минэкономики и бюджетного планирования. Уважаемые коллеги, в связи с изложенным, полагаю, необходимым агентом областей, городов Астаны и Алматы, заинтересованным министерством, ведомством и компаниям продолжить реализацию плановых мероприятий по обеспечению защиты городов, населенных пунктов, сохранности автомобильных и железных дорог, линии электропередач и связи с системой обеспечения и укреплению строительства защитных дам в защите либо демонтажу временных переправ. Не снижать объемы подготовки к пропуску повышенных рослосталых вод, орычно-канальных систем, русел, рек, водопропускных и гидротехнических сооружений, продолжать вывод снега из населенных пунктов. РГП Казгидромед, Министерство охраны окружающей среды обеспечит своевременное представление заинтересованным центральным и местным исполнительным органам достоверных прогнозов погоды и штормовых предупреждений об опасных погодных, в том числе гидрометических явлениях. Министерство окружающей среды организовать эффективное регулирование сброса талых вод из водохранилищ, планирование накопления воды и вододеления. Соответствующие указания по линии МЧС мы неоднократно давали, работу эту продолжаем, постараемся провести период без серьезных осложнений. Спасибо, Сергей. Спасибо. 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 Спасибо.